здравствуйте с вами вновь я юлия пилюгина и сегодня у нас с вами уже четвертый урок из курса на сцену без страха за 7 дней в прошлый раз мы говорили об элементах режиссуры о том как применять их при подготовке к нашему выступлению сегодня поговорим о невербальной стороне выступления в этом уроке мы рассмотрим визуальный контакт жесты уверенности открытые позы мимику интонацию и поговорим о внешнем виде не сомневаюсь что все вы знаете что такое невербальное общение и просто для себя оговорюсь невербальное общение это жесты мимика сигнальные знаковые системы и даже внешний вид то есть все виды общения которые происходят без употребления слов вот прежде чем перейти к тем подпунктом нашего урока сразу хочу сказать о цели до прошлый раз мы говорили о том что у нас с вами есть сверх задачи и про то что все жесты движения глаза взгляды и все это должно быть оправдано и работать на реализацию нашей с вами сверх задачи то есть по сути дела и какой смысл сейчас говорить о невербальной стороне если вся невербальная сторона нашего выступления она подчиняется сверх задачи и по идее если мы с вами определили сверх задачи прописали образ у нас уже не должно возникнуть такого вопроса а куда деть руки как куда в карман или на микрофоне держать вот куда деть руки то есть такого уже в принципе не должно быть логика вашего персонажа который выступает который сейчас стоит на сцене она определяет все то есть все жесты всю мимику всю интонацию поэтому зачем вообще я включила в курс этот урок по идее если вот так разбираться он здесь не нужен все определяет сверх задача ваш образ к чему здесь нужен этот урок на самом деле нужен потому что в этом уроке я рассматривала те способы невербального общения которые несут в себе сигнал уверенного человека то есть если мы говорим о том что нам страшно выходить на сцену то неплохо было бы проработать поведение человека которому не страшно выходить на сцену как мы говорили с вами еще в первом уроке про то что наше тело и наш ум они очень связаны то есть если напряжено тело напряжен ум если напряжен ум напряжено тело здесь тоже самое если нам страшно у нас поведение невербальное которое транслирует страх если у нас поведение невербальное транслирует уверенность то мы постепенно наш ум становится уверен понимаете чем я говорю этот урок нужно воспринимать как такую тренировку перед выступлением тренировку в принципе в общении то есть если мы будем вести себя как человек который уверен в себя то мы постепенно станем таким человеком наш ум в это поверить понимаете вот о чем речь то есть сегодня мы рассмотрим с вами жесты мимику интонацию уверенного в себе человека поиграем в него и будем использовать эти жесты когда нам будет становиться страшно таким образом вызывая ощущение уверенности вот такая вот схема который мы сегодня прибегнем и так первым речь пойдет о визуальном контакте визуальный контакт это очень важная штука все мы об этом знаем он демонстрирует заинтересованность и помогает донести мысль то есть если вам есть что сказать вы хотите донести свою мысль и вы на равных чувствуете себя с человеком то вы безусловно посмотрите ему в глаза найдете с ним визуальный контакт продемонстрировав таким образом заинтересованность и скажите ему то что вам хотелось бы взгляд ваш должен донести вашу мысль при этом неплохо бы определиться что вы хотите донести зрителю тогда вопроса как смотреть не возникнет это вот к тому моменту о сверхзадачи да то есть у нас уже определена мысль которую мы хотим донести и поэтому вопроса как смотреть в принципе вот ну не должно быть если мы говорим просто в качестве тренировки то визуальный контакт взгляд уверенного в себе человека он располагающий внимательный дружелюбно настроенный рассмотрим жесты уверенности какими жестами пользуется уверенный в себе человек вот на картинке кисти рук соединены кончиками пальцев ладони рук не соприкасаются вот такая поза следующее кисти рук сцеплены сзади подбородок высоко поднят репетируйте друзья вот давайте поприкалываемся давайте поиграемся давайте представим шалим проведем такую детскую игру позволим себе быть детьми и представить так что мы вот в данном случае уверенный в себе человек это наш образ посидеть попробуйте сесть и сложить руки как на картинке попробуйте встать позу этого человека попробуйте почувствовать как это работает то есть вы сели сделали руки вот так и почувствовали себя уверен это же психология это привязка следующий раз когда будет ситуация в которой вам нужно взять себя в руки сядьте в эту позу и почувствуйте себя уверенным если вы стоите то встаньте в эту позу и почувствуйте себя уверенным вот как это работает дальше во время подачи информации локти не прижаты к туловищу я понятия не имею почему мне это не интересно самое главное что тут ученые установили что уверенный в себе человек во время подачи информации локти не прижимает к туловищу класс значит я буду использовать этот жест если я хочу воспитать в себе чувство уверенности еще один хороший жест руки в карманах но большой палец отставлен никогда не знала раньше что это вот настолько символизирует уверенность в себе в ситуации но оказывается это так давайте попробуем просто попробуйте вложить руки в карманы таким образом почувствуйте себя расслабленным и уверенным почувствуйте как вам комфортно если не получается чувствуйте заставляйте себя формируйте формируйте в себе это ощущение но я думаю что организм так работает если ваше тело в этой позиции то ваш ум начинает посылать сигнал что вы правда это чувствуете почувствуйте эту уверенность и в следующий раз в той ситуации допустим стой на сцене вдруг вы поймали чувство страха упустили из виду сверх задачу свою потеряли концентрацию встаньте в эту позу встаньте примите это положение и вы почувствуете уверенность просто от одного положения своего тела дальше открытые позы располагающие к себе почему я взяла здесь да вот такие моменты жест уверенности открытые позы обошла стороной закрытые позы потому что нам все это не нужно если вы захотите изучить предмет отдельно ради бога полно информации в интернете открываем учим здесь я просто хочу сделать выжимку вот тех позиций положений которые помогут воспитать в себе чувство уверенности и так руки направлены к собеседнику и как бы притягивает иди ко мне я открыт для тебя руки ладонями вверх если вещаете сидя то ноги на ширине плеч и направлены к слушателям вот я в своих выступлениях очень часто использую это положение у меня есть даже вот видео которое вы видели в рекламном ролике этого тренинга где я стою на сцене и я использую этот жест работает очень хорошо то есть зритель действительно располагается к тебе я не знаю как это работает но стоит сделать этот жест и ты реально выглядишь уверенно и чувствуешь уверенность и стоишь твердо на ногах как бы приглашая к себе людей приглашая их услышать то что ты хочешь им донести вот это то что я проверила на себе пользуйтесь пробуйте открытая поза все элементарно просто пригласите людей к себе они потянутся еще момент вот руки на ремне свидетельствует о необходимости в поддержке я просто этого не знала и поэтому включила это сюда потому что ну это частое движение держать руки на ремне вот знаете о том что это транслирует вашу необходимость поддержки дальше если говорить о мимике мимика мимика расслабленного до уверенного в себе человека здесь главное следить за расслабленностью мышц лица то о чем уже говорили что напряженный лоб поджатые губы они говорят о вашей скованности они уверенности в себе о том что вы испытываете напряжение дискомфорт а если вы испытываете дискомфорт то я еще подумаю довериться вам или нет как зритель и наоборот внимательный взгляд дружелюбная улыбка это свидетельство уверенности это свидетельство того что вам хорошо зритель должен видеть что вам хорошо на сцене что вам просто хорошо стоять на этой площадке и быть со зрителем вот попробуйте это прочувствовать представьте свою мимику вспомните какая она когда вам комфортно с собеседником вот вы разговариваете с кем-то из своих близких и вам хорошо это прям задание будет запишите себе сейчас в свой дневник разговаривая с кем-то из своих друзей из своих близких людей и поймайте себя на мысль что вот мне сейчас хорошо вы поняли что чувствуете себя комфортно расслаблено уверенно попробуйте проанализировать свою мимику в этот момент какая она как вы улыбаетесь как вы смотрите как вы чувствуете что вы чувствуете и запомните это для себя и потом в ситуации когда вы будете чувствовать себя не очень уверенно используйте эту фишку вспомните эту мимику и вот еще тоже момент который меня заинтересовал чрезмерная улыбчивость это потребность в одобрении все то есть очень часто очень часто мы с вами видим людей которые ну просто так улыбаются и так они вот прям улыбаются и улыбаются как правило это обслуживающий персонал ничего плохого об этих людях не говорю все все нормально просто это вот такая закономерность что улыбаемся 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 на самом деле если эта улыбка ничем не обусловлена если она вот ну видно что это настоящий улыбка и вроде как бы нет поводов вокруг да таких ярких которые могли бы вызывать только улыбок у человека и вы видите несоответствие ситуации и количество количество улыбок со стороны этого человека то это говорит о потребности в одобрении если не хотите произвести такое впечатление то будьте искренним просто будьте искренним интонация интонация это инструмент подсознание вот мы с вами можем ничего не говорить вообще ни слова не говорить я просто вам скажу сантонирую и это уже произведет определенное впечатление или я скажу о и это уже произведет какое-то впечатление на вас да то есть это как язык животных ведь они интонируют они интонируют и таким образом понимаем друг друга и это есть и в нас мы интонируем и чтобы мы при этом не говорили наша интонация выдает все с потрохами касательно вашего выступления вот при подготовке вашего выступления ваша интонация полностью зависит от вашего персонажа и от вашей сверхзадачи все можете дальше и не прорабатывать если у вас определена сверхзадача я буду говорить об этом теперь постоянно если у вас определена сверхзадача если определен прописан образ вашего персонажа у вас не возникает вопросов как интонировать но мы сейчас говорим не о подготовке к речи мы сейчас говорим о нашей тренировки да как звучит речь уверенного в себе человека она интонационно разнообразно так как он не боится демонстрировать свое отношение к чему-либо почему мы говорим с бедными интонациями ну это может быть там неуверенность себе как вот как как я покажу другую интонацию вдруг она произойдет другое впечатление зачастую уверенный в себе человек говорит высоким тоном и с энтузиазмом то есть ему хочется рассказать ему хочется поделиться его речь живая эмоционально окрашенная как бы стоит выяснить для себя эти моменты и анализировать анализировать и анализировать как же вы интонируете далее внешний вид вот здесь опять же я сделал два задания вопрос о том как вы видите на выступлении вообще уже не стоит вот у вас есть ваша сверх задача ваш образ которую прописали в своей тетрадочке и все это определяет ваша цель то есть как вы будете выглядеть что будет на вас одета какие это будут туфли какие часы а может быть часов вообще не будет и будет ли это каблук или не будет каблука будет это какое-то платье или это скромный как в общем ребят вот эти моменты определяет ваш образ ваш персонаж в котором вы выходите это вы уже прописали это все знаете если еще не прописали пропишите сейчас это важно вам нужно понимать как выходить как выглядит на сцене вы должны быть осведомлены какое впечатление о вас произведет ваш внешний вид это все очень взаимосвязанно второе задание по поводу внешнего вида проанализируйте вот если мы говорим об уверенности проанализируйте как выглядит уверенный в себе человек просто вот у вас есть какой-то какая-то личность какой-то пример эта личность возможно известная возможно экранная вот которые вы воспринимаете как уверенного в себе человека который умеет держаться на сцене допустим проанализируйте как он или она выглядит пропишите себе вот эти пункты которые вы отметите в их внешнем виде как они выглядят как они себя ведут как они говорят и потом смотрите на все на анализируйте себя в общении с другими людьми вот это важно если мы прорабатываем невербальную сторону вашего общения уверенный вы в себе человек или не очень и как эту уверенность вспомнить на сцене да вот о чем мы говорили анализируйте себя в общении с другими людьми какие жесты свойственны вам вот на данный момент какие жесты вы используете это закрытые позы или это открытые позы если это открытые позы то это круто это значит что вам нужно меньше работать над собой чем если бы у вас постоянно были закрытые позы и так далее проанализируйте проанализируйте так проанализируйте вот о чем она говорила невербальное поведение человека которого вы считаете уверенным в себе и который является для вас авторитетом то есть выбирайте авторитета анализируйте его поведение его внешность его жесты мимику и примеряйте это на себя в любой ситуации примеряйте это на себя тренируйте и затем вводите в привычку использование жестов поз мимики и интонации уверенности то есть все что здесь было приведено в этом уроке это все посвящено уверенности да мы рассматривали позы открытые мы рассматривали жесты уверенности мимику уверенного человека так вот тренируйте это используйте это пусть это войдет в ваш невербальный лексикон и здесь работает взаимосвязь если я использую жест который транслирует мою уверенность во внешний мир это значит что я на самом деле уверен в себе так работает взаимосвязь между нашим телом и нашим умом вот собственно говоря все на этом увидимся в следующий раз с вами была Юлия Пелюйна пока 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 не